Весь 2023 год я заказываю товар из Китая, уже сделал много закупок и собаку на этом, как говорится, съел. Хочу сегодня поделиться с вами личным опытом и покажу пошагово, как заказывается товар, как его найти на 1688 и в дальнейшем заказать, и на что, конечно же, нужно обратить внимание. Всем привет, меня зовут Вадим и предлагаю перейти сразу к делу. Первое, что нужно изучить, да, это как искать вообще товар на сайте 1688. Есть несколько способов. Для начала заходим на сайт 1688.com, именно .com, я надеюсь, вы запомнили. Здесь у нас есть поисковая строка, через которую мы можем найти товар, который нас интересует. И чтобы получить нормальный адекватный перевод, берете, допустим, Яндекс.Переводчик. Здесь вставляете то, что вы ищете и выбираете китайский. Можно сразу переводить на китайский. Возвращаемся на сайт, вставляем поисковую строку, то, что нас интересует, и нажимаем на поиск. И здесь у нас сейчас прогрузится информация. Мы можем сразу страничку перевести на русский, но я переводить не буду. То, как работать с вот этой выдачей в ленте и выбирать те товары, которые нужны, чуть-чуть позже. А сейчас мы вернемся на эту же страничку. Я покажу второй способ поиска товара. Допустим, если вы нашли на маркетплейсе товар, который хотите тоже вывезти и продавать, вы можете сохранить эту фотографию, ну, одну из фотографий карточки товара, где лучше всего видно товар, и далее искать по картинке. Заходите сюда же на 1688, справа есть кнопочка фотоаппарата. Нажимаете на нее, загружается фотография, даже поиск не нужно нажимать, и автоматически откроется выдача с карточками товаров. И вот сейчас я хочу вам показать, как работать с поисковой выдачей. Как правило, я первое, что делаю, это нажимаю на вот эту кнопочку. Вторую слева получается. И тем самым фильтрую карточки товаров от большего к меньшему по продажам. То есть, если я нажму на вот эту карточку товара, сейчас она прогрузится, здесь мы видим количество транзакций, количество продаж. Также я вижу количество отзывов. Ну, на отзывы я бы не стал прям детально так обращать внимание. И видим цену. Цена бьется на то количество, сколько вы заказываете. Свыше 100, это 8,5 юаней. Движем дальше. Здесь мы можем выбирать по цвету, в общем-то, та вариативность, которая есть. Ну, оставим красный. И видим размерную сетку. Справа мы видим количество, точнее, стоимость за тот или иной размер. И вот это у нас остатки, которые сейчас есть на складе. Как видите, здесь много позиций. 48 786 единиц. Прокручиваем ниже. Мы видим с вами знакомый нам rich content, который мы видели, заказывая товары на Алиэкспрессе. То есть, в разных деталях, с описанием и так далее, здесь все представляется. То есть, если вам нужно больше понимания о товаре. А есть еще такой очень важный блок, который называется «Описание». Здесь, естественно, тоже все непонятно на китайском. Мы можем просто перевести страницу на русский. Будь то у вас Google Chrome или там тот же Яндекс.Браузер. Это все легко переводится. Перевод может быть не совсем корректным. На что я обращаю внимание, это источник поля. Дзьян – это у нас город. Если мы откроем карты и ведем поиски, увидим, что он находится здесь. Здесь компания, которая мне помогает доставлять товары из Китая в Россию, у них склад находится в Гуанчжоу. Еще есть на севере. Но не помню, честно, город. ИУ, по-моему, называется. И я могу уже понять, что внутри Китая товар мой какое-то количество дней будет ехать. Это нормальная практика. Не думайте, что внутри Китая по щелчку пальца товар, который вы заказали, приезжает на склад и отправляется в Россию. Помимо города в описании, еще будет вся необходимая информация по комплектации, сколько штук в коробках. Но не переживайте, вы можете зайти и всегда посмотреть вот здесь, где цена, от какого количества. Видите, минимальный заказ – 3 штуки. А как теперь вот эти самые товары нам заказать? Регистрироваться на сайте 1688 не нужно. Общаться на китайском ни с кем не нужно. В любом случае, чтобы доставить товары из Китая в Россию, вам нужно обратиться в соответствующую компанию. И лично я пользуюсь услугами компании B2B China. Они дают вам вот такой вот файлик. Он у меня уже заполненный с расчетом. По идее, вы в файлике должны указать ссылки на ваши товары, примечания, цвет, размер, количество, которое вы хотите заказать. И в ответ вы получаете файл с расчетом. Давайте я перечислю, какие издержки есть. Первое – это считается сумма закупа товаров в юанях. Потом доставка внутри Китая. Помните, я вам говорил, что в описании мы можем найти город, в котором находится продавец. И вот как раз-таки между складом и городом продавца есть расстояние, которое нужно преодолеть. И логистика не бесплатная. В моей ситуации это 191 юань. Далее идет комиссия за выкуп товара. Комиссия от B2B China. Она в процентном выражении зависит от того, на какую сумму вы закупаете. И сейчас, кстати, для новых клиентов действует выгодное предложение 1% на сумму выкупа от 100 тысяч рублей. Ссылку на все контакты B2B China я оставлю в описании. И на всякий случай там это напоминание тоже оставлю. Ну так вот, у меня здесь комиссия 5% рассчитана. А если вы заказываете первый раз от 100 тысяч, будет 1%. Сумма – это вся сумма с учетом доставки и комиссии. Далее курс рубля и итоговая сумма закупки в рублях. Но это еще не все. У нас еще помимо этого есть стоимость доставки из Китая в Россию. И она рассчитывается в долларах. В этом же файле, который вам пришлют, дадут расчет, какая будет стоимость за килограмм. И многие гонятся за тем, чтобы стоимость за килограмм была очень низкой. И это логично. Но не пытайтесь мне доказать, что у какого-то другого человека можно заказать гораздо дешевле. Возможно, у него комиссия дороже. Поэтому в среднем цены в рынке – вопрос, насколько качественно ребята работают. За B2B Chine я уверен. Я приглашал к себе в гости Рафаэля. Это основатель компании B2B Chine. Мы записали 40-минутный полезный выпуск вообще про работу с Китаем. Поэтому я с уверенностью оставляю контакты в описании и бонус для тех, кто будет заказывать впервые. По факту больше нам ничего делать и не нужно. Но я хотел еще рассказать несколько нюансов, которые касаются выбора продавца, на что следует обращать внимание. Вот мы заходим в карточку товара. У нас с вами здесь есть рейтинг 5 звезд. Если мы наведем, у нас раскрывается несколько рейтингов. Первый – это отзывы по возврату товара. Второй – оценка качества товара. Третий – отзывы по сроку доставки. Четвертый – отзывы по обслуживанию. И пятый – качество консультации. Очень важно вот это все обращать внимание, потому что я за год уже почти, да, я там с февраля начал заказывать товары из Китая. Я уже несколько раз менял продавцов, потому что и брак был, и что только не было. Ну, вы должны быть к этому готовы. И причем здесь нужно регулярно следить за тем качеством, которое вам присылают. Но перед тем, вы если заказываете впервые, то обязательно обращайте именно вот на этот рейтинг продавца. Еще, как обезопасить себя и не заказать у перекупа на 1688, такие тоже есть. Вы, когда здесь наводите, в общем-то, вот сюда, тоже здесь есть информация о том, производитель это или перекуп. Если мы переведем на русский, то здесь есть, вот как раз таки написано, производитель. Здесь у нас есть кнопочка «Все продукты». Если это будет у вас все не переведено на русский, а будет по-китайски, вот она эта кнопочка, я тоже к ней привык. Нажимайте, и вы попадаете, в общем-то, на магазин продавца. И обращайте внимание, какой там ассортимент. Если у продавца здесь бюстгальтеры, а еще будут продаваться какие-нибудь штопоры и так далее, то есть подозрение, что это перекуп, а не производитель, не какая-то фабрика. Но и перекупы бывают такие, которые добавляют нишевые товары. Поэтому здесь все на ваше усмотрение. Можете и у перекупа взять, если хорошее качество, хорошая цена. Кстати, по поводу цены. Не гонитесь за низкой ценой. Потому что, как сказал Рафаэль в нашем совместном подкасте, что какая цена, такое качество. И это максимально применимо в отношении Китая. Лично я уже обжегся несколько раз. Поэтому заказываю немного дороже. В некоторых ситуациях у меня действительно качество бывает лучше. Теперь давайте поговорим про сроки доставки товаров из Китая. По моему личному опыту, во-первых, я пользуюсь только наземной доставкой. Ну, авиадоставка, вероятно, недешевая и вряд ли кто-то ей пользуется. Если мы заказываем наземную, то она бывает быстрая и медленная. И как раз таки быстрая, вот самый быстрый срок, простите за тавтологию, это 12 дней от момента отправки из Китая. Опять же, не забывайте, что внутри Китая нужно произвести переговоры с продавцом. Заказать, пока внутри Китая на склад приедет. И тогда уже отправляется из Китая в Россию. Медленная доставка без учета логистики в Китае. Самая быстрая у меня была примерно 24-25 дней. Не изменяет. Если у меня памяти, как раз таки вот в конце октября я товар заказывал. У меня уже остатки на валбристайли. Я думаю, что делать нужно скорее-скорее, а ты повлиять никак не можешь. Я выбрал тогда медленную доставку, потому что она на доллар была за килограмм дешевле. И получилось так, что я успел пополнить остатки и еще и сэкономил 1 доллар. Но здесь нужно все просчитывать, уже исходя из того, как вы продаете. То есть в среднем у меня это 15 дней из Китая в Россию быстрая доставка. А медленная я и не часто заказывал, ну вот 27 дней. Примерно так. Товар приезжает в Москву на Южные Ворота. И далее этот товар вы можете доставить в свой оригинальный город, воспользовавшись транспортной компанией. Либо вы можете приехать на Южные Ворота, что не рекомендую. Я несколько раз приезжал и понял, что все, я этим больше не буду заниматься. То есть я либо отправляю через транспортную компанию, либо я уже нашел там местных, так сказать, водителей, которые мне доставляют в тот же день, как товар только приезжает. Вот. Вы можете в комментариях дополнить. Может, что-то я не рассказал. В целом, вроде как все. Весь инструментарий, который я использую, я вам показал. Ничего абсолютно сложного. Вы можете искать как по картинке, так и по названию контакта и через кого доставлять товара я вам оставил. Надеюсь, это видео было полезно. Если так, то жмите на лайк. И всем пока.